В эфире новости на шестом канале в студии Валерия Саенко. Здравствуйте. Вас врезался в рейсовый автобус. Без жертвы не обошлось. ДТП случилось в воскресенье вечером на 19-м километре федеральной трассы М7. По предварительной информации Управления внутренних дел водитель Лады 14-й модели выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который следовал по маршруту 18С из города Владимира в поселок Лесной. После столкновения и автобус, и ВАЗ-2114 оказались в кюветах. Автобус к тому же врезался в дерево. В общественном транспорте обошлось без погибших. Но в салоне были трое травмированных. Пострадал и пассажир ВАЗа. А вот водитель легковушки уже не расскажет, как оказался на встречной полосе. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ, молодой человек 1996 года рождения, погиб. Пострадавшие, пассажир легкового автомобиля, а также водитель, кондуктор и пассажир автобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сколько еще ждать? Дольщики дома на улице Красносельский проезд уже не первый месяц задаются этим вопросом. Деньги заплатили, но застройщик уже около года не может сдать жилье в эксплуатацию. Среди тех, кто все это время находится в режиме ожидания. Семьи, которые вынуждены снимать жилье и ютиться на съемных квартирах. Ситуацией разбирался Алексей Думнин. Эти люди потратили деньги, взяли кредиты, но так и не смогли отметить новоселье в доме на улице Красносельский проезд. Терпение у дольщиков на исходе. Среди тех, кто регулярно обивает пороги компании-застройщика Ольга Рожанкова. Деньги за двушку она внесла еще в ноябре 2017 года, но все еще ютиться с семьей в съемной квартире. С семьей мы живем сейчас, приходится вынужденно снимать квартиру, оплачивать ипотеку. Еще это очень накладно, это большая часть нашего дохода. составляет. Ну так же, как и все надеялись на лучшее, понимаете. Похожи ситуации десятки семей. Сдать дом номер 6 на улице Красносельский проезд застройщик должен был еще в конце 2017 года. По словам дольщиков, сроки сдачи постоянно отодвигались. Телефон компании, как и сайт, сейчас недоступны. Диалог с организацией у дольщиков не получается. Они нам, как обещали, что в апреле месяце уже будет сдача дома. Мы, как говорится, уже понадеялись на это на все. Я туда им ходила, звонила. Но потом сроки все отодвигались, отодвигались. У них какие-то договорки все были. Я ходил в департамент архитектуры и строительства Владимирской области, узнавал по поводу данного застройщика. Они говорят, что тоже найти его не могут, что кто-то как-то через там пятые руки и друг застройщика передавал информацию, что вроде как он достроит до конца, к концу декабря этого года. Попасть внутрь дома сейчас невозможно. Двери в подъезд закрыты. Но по словам одного из дольщиков, Ильи Пичугина несколько месяцев назад ему удалось проникнуть внутрь. Он рассказывает, что квартира уже отделана, но состояние подъезда оставляет желать лучшего. Сколько людям еще ждать? С этим вопросом мы обратились к представителю компании застройщика, который все же приехал на встречу с недовольными дольщиками. Были определенные недочеты перед госстроенадзором. Госнадзор в ноябре месяца 25-го указал. Эти недочеты практически исправили. И на следующей неделе будут поданы эти недостатки, исправленные. И ждем положительного заключения о строительстве. С вопросом о том, когда жилой дом будет введен в эксплуатацию, звоним в инспекцию Государственного строительного надзора. Сначала нам дают понять, что ответить не готовы и просят перезвонить. Потом выясняется, что замначальника инспекции Елена Пронина могла бы дать нам интервью, но только после разрешения Комитета общественных связей и СМИ администрации области. Пытаемся дозвониться до председателя Комитета общественных связей СМИ Ольги Петровой. Но Ольга Александровна, видимо, предпочитает общаться с представителями СМИ только через официальные запросы. И только департамент строительства и архитектуры Владимирской области смог нам сегодня предоставить ответ. На сегодняшний момент заключение о соответствии построенного объекта требованием проектной документации инспекции Гостроенадзора не выдавалось. На 10 декабря 2018 года в департамент заявление о вводе объекта в эксплуатацию не направлялось. Вместе с тем, в департаменте уточнили, что проверки по этому дому не проводились, поскольку не поступало соответствующих заявлений и обращений от граждан. А пока представитель СМИ с трудом получает ответы на вопрос, жителям только остается ждать и верить, что дольщики для власти не пустой звук. Алексей Домин, Егор Хребко, 6 канал. Совершали служебный подлог, незаконно расходовали бюджетные деньги. К Международному дню борьбы с коррупцией в областной администрации подвели итоги уходящего года. Крупных уголовных дел по взяточничеству в этом году заведено не было, но правонарушений в рядах чиновников хватает. На чем погорели в этом году госслужащие? О самых серьезных правонарушениях в нашем следующем материале. Год прошел без крупных коррупционных скандалов. Взяток больше не берут, зато бюджет пилят. Так, например, в разных районах области сотрудники департамента соцзащиты погорели на хищении бюджетных средств. Самое крупное в Муромском районе. Там из бюджета исчезло 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Отличились и депутаты. В этом году в Управлении по вопросам противодействия коррупции впервые сдавали декларацию о доходах народные избранники городских и сельских советов. И вот выяснилось, что один из депутатов ежемесячно получал соцвыплаты, которые ему по закону не положены. Всего за год, речь идет о 2017 году, было получено им 127 тысяч рублей, которое в соответствии закона предусмотрено только малообеспеченным семьям. В данном случае мы говорим о доходе семьи из пяти человек, который составлял 98 миллионов. Тяжело говорить о том, что эта семья была малообеспеченная, была проведена проверка. Все деньги, 127 тысяч были возвращены в бюджет. Если говорить о коррупции, то ситуация в области улучшилась почти на треть. Сократилось количество коррупционных преступлений с 2014 года. Вынесен приговор Дмитрию Хвостову, бывшего замгубернатора, по строительству приговорили к 11 годам колонии. Суд установил, что за время работы вице-губернатором Хвостов набрал взяток на сумму в 20 миллионов рублей. А вот Елена Мазанько, которая также работала замом губернатора и подозревается в получении взяток, до сих пор находится под следствием. По сути, управление по вопросам противодействия коррупции существует, чтобы таких историй не было. Но сегодня чиновники фактически признались, что искоренить мздоимство невозможно. Когда человеку исполнилось 50 с лишним лет, в другом случае 40 с лишним лет, говорить о его воспитании и что воровать нельзя, взятки брать нельзя, очень проблематично. Поэтому исходим из, повторяю, своих полномочий и из того, что мы можем. Мы, естественно, говорим. Чиновники заверили, за командой нынешнего губернатора следят пристально. Так что новых случаев коррупции быть не должно. Временно исполняющих обязанности замов губернатора тщательно проверяют. Они проходят соответствующие проверки. Но я единственное, что хочу сказать, и уж однозначно заверить, что вопрос их проверки на момент подписания губернатором распоряжения документа об их трудоустройстве сюда не заканчивается. Естественно, они продолжать будут находиться под определенным контролем, о чем они, собственно, тоже знают. Во всяком случае, в этом году среди пойманных коррупционеров ни одного чиновника. Под следствием оказались начальник регионального управления Росгвардии Алфея Мокшина. Как указано в материалах дела, за деньги она закрывала глаза на некоторые дисциплинарные нарушения своих подчиненных. Среди задержанных есть также полицейский и один сотрудник тепличного. Он предлагал особые условия сделки за отдельную плату клиентам, с которыми работал. Между тем, областное управление по вопросам противодействия коррупции без работы явно не останется. По данным соцопроса, проведенного по инициативе областных чиновников, 44% респондентов в своей жизни так или иначе с коррупцией сталкивались. Валерия Саенко, Арсен Горчаков, Шестой канал. Реконструируют без разрешения. Жители многоэтажки на улице Безыменского возмущены. Вплотную к их дому примыкает двухэтажная постройка, которая стоит на соседней территории. Раньше там располагался магазин. Люди рассказывают, что в сентябре этого года там начались строительные работы, которые мешают им спокойно жить. Кроме того, за время строительства у здания появился третий этаж, крыша которого теперь заходит на территорию жилого дома и практически упирается в окна квартир. Люди писали в различные инстанции и даже надзорные органы, но стройка продолжается до сих пор. Ситуация разбиралась. Маргарита Махрова. Жители многоэтажки на улице Безыменского, 16, возмущены. Вплотную к их дому примыкает двухэтажная постройка. Раньше там располагался магазин. Люди рассказывают, что в сентябре этого года там начались строительные работы, которые мешают им спокойно жить. Строят здесь с размахом. До позднего вечера жалуются жители. Несколько раз даже полицию вызывали, чтобы прекратить шум. Кроме того, за время строительства возвели и третий этаж, крыша которого теперь заходит на территорию жилого дома и практически упирается в окна квартир. Сейчас у нас крыша около окна. Крыша от окна 10 сантиметров, 15. Сверлят прямо в стену к нам. И темень у нас становится. Мало того, у меня на третьем этаже темно стало. А теперь еще второй и первый этаж у нас вообще. Есть ли разрешение на строительные работы, спрашиваем у рабочих. Но они разговаривать, видимо, не хотят. А кто-то, вот есть из вас старший, да, у кого есть разрешение на руках на ведение строительства? А, третий этаж от Нимы, это собственник Узани. То есть у вас, как бы, да, вы сейчас делаете какие работы? Первый, второй. Только первый, второй? Мне сказали не представляться вам. Мне звонил директор, сказал не представляться. Понятно. Как с директором можно связаться? Не могу вам сказать. Люди поняли, что рядом с ними скоро появится сетевой магазин. Вроде бы радоваться, но от новой крыши пристройки людям стало темно, от работ под окном шумно, а еще и огромные машины разгружают прямо под окнами. Теперь, чтобы попасть на остановку, приходится нарезать круги. Вот смотрите, стоит грузовик. Да, тут раньше были маленькие машинки, газели. Как-то можно было пройти немножко и поменьше. А тут будет каждый день по несколько штук вот таких здоровенных. И как вот так кругами ноги ломать. Жители дома не сидели сложа руки. Обращались в городскую областную администрацию, даже в госстройнадзор, объясняя, что не согласны жить в таких условиях. Просили разобраться с застройщиком и собственником здания. Кто же нарушает? Земельные участки у нас с ним разные. Потом здания разные. Но почему-то крыша данной постройки висит на нашем доме и вплотную пределу к нему. Мы писали во всей станции. Нам говорят, что разрешения нет, что это незаконно данное строительство. Но почему-то никто ничего не делает. Все продолжается. Штрафом присудили за административное нарушение. Ну и на этом дело закончилось. То есть как бы дальнейшего действия мы не видим. Люди рассказали нам, что неоднократно общались с человеком по имени Руслан, который является представителем собственника здания 14-депо Безменского. Он якобы сначала обещал жителям, что стройка по соседству их не побеспокоит, а крышу третьего этажа скоро разберут. Но теперь... Руслан уже убегает и говорит мне, да, я говорю, ну вы же без разрешения, мы его требовали в первый день, принеси разрешение. Он будет вам разрешение, оказывается разрешения вообще и не было. И он говорит мне, вот недавно, недели две назад сказал, а мне теперь разрешение не надо. Я буду заканивать третий этаж. Что у нас за страна такая? Я вот просто... Я не понимаю. Связаться с Русланом по телефону и прояснить ситуацию в течение дня нам не удалось. В управкомпании, обслуживающей многоэтажку, сообщили, что также обращались во все инстанции и к собственнику здания за разъяснением. Но на диалог он не идет. Вероятно, хочет застроиться, а потом уже через суд узаконить постройку. Получается, на права жителей, примыкающего дома, ему наплевать? Я считаю, что здесь и наше, как управляющая компания, нарушено право в плане каком. Мы не можем уже... А если швы потекут, то есть мы же обязаны обслуживать этот дом. А получается так, что, согласно проекту, там же только два этажа, да, то есть швы, предположим, потекли или панели. Мы уже не сможем подойти к дому и исполнять свои функции надлежащим образом. Как пояснили нам в инспекции госстройнадзора, обращение людей там действительно рассмотрели. И застройщик, ведущий работы, был оштрафован. К нами было выдано предписание застройщику, чтобы он приостановил работы до получения соответствующего разрешения. У него по законодательству есть право пройти экспертизу, проектной документации, которой у него на тот момент не было, и получить разрешение на строительство. По закону срок на исполнение предписания и получение разрешения пока не истёк. Как только он выйдет, инспекция снова выйдет с проверкой на место строительства. Сейчас жители управкомпании общаются с юристами. Они готовы судиться, если по-другому их не услышат. Маргарита Махрова, Александр Мажаров, Шестой канал. Теперь коротко о других новостях. За прошедшие выходные в области произошло 19 ДТП. Шесть человек погибло, 29 пострадало. В Суздальском районе на 28-м километре трассы М7 пострадали 4 человека, в том числе двухлетний ребёнок. По предварительной информации у МВД водитель Лады Гранта на встречке столкнулся с автомобилем Лады Приора. В результате пострадали оба водителя и два пассажира Лады Приора 83-го и 2016-го годов рождения. Всех пострадавших с травмами доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. А во Владимире на улице Урийского водитель ВАЗа 21102 столкнулся с автогрейдером, который осуществлял уборку проезжей части. В результате водители и пассажиры Лады с травмами различной тяжести госпитализировали. Ещё одному пассажиру назначено амбулаторное лечение. В ДТП в Гусь-Хрустальном районе погибли две женщины. Трагедия случилась в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района. По предварительной информации водитель «Жигулей» пятой модели совершил наезд на трёх пешеходов. Они двигались по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП женщина 38-го года рождения погибла на месте. Двух других с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Позже одна из пострадавших тоже скончалась. Площадь перед Белым домом украсила живая ёлка. Росла она под посёлком Мерехово Ковровского района. Дереву 45 лет. Установила 20-метровую лесную красавицу бригада Дедов Морозов. Глава региона Владимир Сипягин лично встретил главный символ Нового года. Дерево украсит буквально на днях. Простоит живая ель обл. администрации до конца января. Стоит отметить, что живой ёлки на площади перед Белым домом не было уже 10 лет. В 2015 году искусственную ель списали, а новую два года брали в аренду. Но она горожанам не понравилась. Доставка, установка и украшение главного символа Нового года обойдётся областному бюджету примерно в 360 тысяч рублей. Студентка Института физической культуры ВЛГУ, мастер спорта России международного класса Анастасия Хомячкова, завоевала золотую медаль на Кубке мира по самбо среди студентов. Она выступала в составе сборной команды России весовой категории до 72 килограммов. Соревнования проходили в Сербии. В турнире участвовали спортсмены из 16 стран. По итогам двухдневной борьбы сборная России завоевала первое место в общекомандном зачёте. У нашей команды 17 золотых медалей из 18 возможных. История, показанная на сцене театра. В палатах открылась выставка «Русская история на театральной сцене». В основе всех работ исторические события России с конца 10 века до 1917 года. На выставке представлены более 70 предметов из коллекции Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. На открытии экспозиции побывал Константин Миронов. Уникальная выставка открылась в палатах. Музей театрального и музыкального искусства из Санкт-Петербурга привёз более 70 работ, имеющих непосредственное отношение к театру. Среди экспонатов подлинные эскизы, костюмов и декорации, выполненные театральными художниками второй половины 19 века. Выставка очень информативная. В её конве лежит отечественная история. Хронологически период выставки занимает 934 года. Начинается она с вашего главного персонажа, светлейшего князя Владимира, и заканчивается 1917 годом. Мы стараемся как можно чаще показывать, чаще вывозить это сокровище. И в нашей выставке это всегда не только эскиз костюма, декорации, но и вот сам костюм, как мы постарались здесь представить. Среди экспонатов представлены работы авторов, которые даже для искушённого зрителя могут стать открытием. Среди таких работ эскизы театральных костюмов, сделанные художником Кузьмой Петровым-Водкиным. Петров-Водкин. Я, например, сама никогда не знала, что он или конструктивист Татлин тоже занимались театральными декорациями. То есть любой человек для себя найдёт много нового, интересного и неожиданного. На выставке присутствует и бодаворский трон к опере Борис Годунов, которую ставил Тарковский в лондонском Ковенгардене. Трон перевезли в театр имени Кирова и решили не отправлять обратно в Англию. Кроме того, на выставке можно увидеть уникальный макет декораций к опере «Жизнь за царя», созданной в 1892 году для Венской международной музыкальной театральной выставки. Мы притащили в город Владимир макет художника Бочарова «Смерть Сусанина». Бочаров один из лучших художников-пейзажистов русского театра. Он был специально командирован в Вену на международную выставку «Русский отдел», «Русский театр» и «Жизнь за царя» как коронационный спектакль. Вот этот макет. Он специально отреставрирован для этой выставки. На экспозиции присутствовали и представители театрального искусства, которые назвали открытие подобной выставки уникальным событием для нашего города. Заслуженный деятель театрального искусства и директор Владимирского драматического театра признался, что впервые присутствует на подобной выставке. Мне кажется, это уникальное событие, потому что я много лет занимаюсь театром, но, к сожалению, я ни разу не был в музее театрального и музыкального искусства Петербурга. А сегодня этот музей с этими выдающимися работами приехал к нам. Это прекрасно. Грамотно выстроенная экспозиция позволит увидеть все многообразие художественных направлений в русском театрально-декоративном искусстве. Уловить изменения, которые произошли в нем со временем. Также организаторы ставят перед собой задачу показать мастерство театральных художников, работы которых нередко остаются незаслуженно забытыми. Выставка продолжит свою работу до 10 марта 2019 года. Константин Миронов и Егор Хребко. Шестой канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Еще больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru. А я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго. Оставайтесь на шестом канале. Синоптики прогнозируют сегодня вечером в Владимире облачную погоду и небольшой снег. Температура воздуха составит 1 градус ниже нуля. Завтра днем в областном центре будет пасмурно, выпадет снег, а столбики термометров покажут минус 1, плюс 1 градусов по Цельсию. Ветер южный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова